Приветствую вас! Не думали ли вы о том, что само понятие добрее и мягче является, ну, как бы это сказать, таким социальным? Что-то добрее, кто-то мягче, что-то веселее, кто-то ценнее, кто-то интереснее, кто-то...не знаю, что ещё, да? Подумайте, придумайте сами. Но это, это не что иное, как оценочное суждение. То есть вы хотите быть добрее, мягче, потому что так вы себя чувствуете. То есть вы чувствуете негатив от того, что с вами происходит, и думаете, что если я буду добрее, например, и мягче, то ситуация станет лучше. На самом деле это, конечно же, не так. Потому что быть добрее, в данном случае, совершенно не означает, что вам станет лучше. Совершенно. Почему? Потому что, да, быть добрее, вы должны. Быть добрее, считаете вы, должны. Тогда как вы быть добрее не можете, ибо вы внутри не удовлетворены. Так может быть, для начала было бы неплохо, если бы сперва вы определили, что вы хотите, что вас не устраивает, какие у вас негативные мысли, и откуда они берутся, и с чем они связаны, и что они значат. И уже потом, после этого, вы сможете проявлять свою доброту, мягкость и так далее. Вот. Знаете как? Вы же хотите, чтобы мы были мягкой, доброй прямо сейчас. Это невозможно. Потому что быть доброй к другим и мягкой к другим можно только в том случае, если у вас внутри все хорошо. Пока у вас внутри не все хорошо, вы не сможете быть доброй, потому что для этого нет ресурсов, по сути. И крайне, крайне эгоистично, крайне унизительно по отношению к вам требовать того, чтобы вы были доброй и мягкой к другим. Вот. Значит, но при этом, при этом, не имея на это ресурсов. То есть, ну, не имея ресурсов для того, чтобы быть мягкой. Мягкой. Понимаете? Какая история. Вот. Быть доброй и мягкой, значит отдавать. Но, когда человек может отдавать? Только, когда он полон. Только, когда он удовлетворен. Только, когда он делает что-то для себя. Только, когда ему хорошо. Только, когда у него нет негативных мыслей. Даже ребенок. Даже ребенок. в начале, просит любовь. В начале. И только потом, он может ее получать. Даже ребенок, в начале, говоря, люблю тебя, там, папа или мама, хочет, чтобы ему сказали, что его любят. Понимаете? Какая история. Вы сейчас находитесь под вот этим гнетом, под гнетом вины за то, что как же вот я должна быть мягкой, я должна быть доброй. Вот. А я таковой не являюсь. Вот. И из-за этого себя виню, скорее всего. Ну, то есть, обвиняю себя, да. Корю себя. Себя. За то, что... Я не такая. Вот. От этого мне еще больше, ну, еще более неприятно от этого становится. Вот. И в итоге замкнутый круг. Получается. По факту. Верно? Вот. Ну, скорее всего так. Скорее всего так. Скорее всего. И... Ситуация выглядит так, что вы должны... Вот. На самом деле. Она выглядит так, что вы должны... Типа, я должна быть добрыми. Так. Знать. А кому должны? Не в этом ли ваши проблемы, что вы постоянно себя чувствуете кому-то должность? Не в этом ли ваши проблемы, что вы должны всем? Вы должны мужчинам на работе, должны своим родным, должны детям, детям и так далее? Не в этом ли трудности? Мне кажется, что именно в этом. Потому что не будь такой проблемы для вас, вы бы, скорее всего, ставили свой вопрос по-другому. Вы бы говорили, что это типа, знаете, в последнее время я чувствую себя неудовлетворенный. Очень. То есть просто вот чувствую себя неудовлетворенный. Чувствую себя зажатый. Чувствую себя, там, какой-то еще, да? Вот. И так далее. Но почему? Почему так? Почему я делаю что-то для других? Только. Лишь. Потому что так я получаю что-то для себя. что-то, чего я никогда не могла бы получить в другом случае. То есть, например, допустим, после того же развода, да, после того же развода, вы вполне могли получить очень сильный заряд негативных эмоций. Вот. В том плане, что у вас поменялось и восприятие себя, да, и мысли изменились о себе тоже. Вот. То есть, вы стали думать о себе хуже. И так далее. И это все не заходит выхода. Потому что, возможно, и от мужчины, который вас бросил, ну, не бросил, а от которого вы расстались, вы что-то получали для себя. И это позволяло вам находиться в хорошем состоянии. Ну, я имею ввиду, относительно нормальном, да, состоянии. Доброе позволяло быть, мягкое позволяло быть. А теперь вы... Теперь вы перестали получать то, что получали раньше. И все. И проблема вновь появилась. Понимаете? Вот. То есть, не исключено, что вы так всегда действовали только для других. Не исключено, что вы никогда не действовали для себя. Я в этом, конечно, не уверен, но... Тем не менее. Ну, вот. И исходя из этого, можно предположить, что ваша мама была... Такой, да, достаточно строгой женщины. Вот. Ага. Которая... Не думала о себе. А подавлялась. Вот. Отец был такой. Вот он. Такой был ультимативный. Такой пыльчивый. Вот. И так надо. Ну, я так думаю. Пока это вот чисто предположение. Вот. И получается, что сперва внутренний конфликт. Сперва. В любом случае сперва внутренний конфликт решается. Как ни бы ни было. То есть, ваши желания, которые у вас есть, ваши потребности, которые у вас есть. Все вот это вот. Вперва. И после уже будем думать, как лучше быть доброй другим. Ну, нельзя. Нельзя. Нельзя быть добрее. Нельзя. Не кричать. Нельзя. Нельзя не ультимативно разговаривать с мужчинами. Вот. Особенно, если вы видите в них угрозу какую-то. Да. Вот. Нельзя. Если у вас внутри борьба идет. Она идет. Вот. Вы говорите, у меня нет личной жизни. Да. У меня нет личной жизни. А что такое личная жизнь для вас? Что она из себя представляет? Личная жизнь. Да. Что вам нужно для нее? Ну. Для личной жизни. То есть это все вот нужно разбирать. И мне кажется, что разобрав это и поняв, что хотите именно вы для себя, да? Вот. Вам будет легче. У вас много запретов. Возможно, ну, есть запреты, возможно, у вас. Вот. И именно из-за этих самых запретов вы так вот себя и изматываете. Вот. Поэтому что делать? Личная консультация с психологом. Индивидуальная работа. Вот. Потому что ни один совет вам не даст возможности как стать добрее. ни один абсолютно. Ни один совет. Если бы были универсальные советы, да, то понятно, что понятно, что бы в таком случае было бы. Вот. У вас есть своя история. У вас есть своя жизнь. У вас есть свой опыт. И его этот опыт. Этот опыт. И нужно разбирать в первую очередь. Ваши выводы, установки, драйверы и так далее. Вот. Вот сейчас, например, вы не позволяете себе быть слабой. Да. Интересно узнать, этот драйвер, то есть вы на протяжении всей своей жизни так себя ведете. или вы только вот в результате определенных каких-то обстоятельств стали такой. Вы говорите, что вы не всегда были такой, но это нужно выяснить. Далее вы пишите о том, что стресс и депрессия, да, все время с вами. Стресс может быть, но от чего стресс? Его нужно раскрыть. Депрессия же является заболеванием психическим, которое диагностируется врачом. И я полагаю, что врача вы не были, соответственно, давайте диагнозов мы себе ставить сами не будем. Ибо это все-таки не есть правильно. Вот. Надеюсь, что, надеюсь, что мой ответ вам поможет получить картину того, что происходит. сейчас с вами. Вот. И вы сможете иметь лучшее представление о том, что в данном случае вам нужно делать. Да? То есть, первое, ваше желание на глобальном уровне и их удовлетворение. И решение, значит, ваших внутренних конфликтов. Надеюсь, что это понятно для вас будет. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Удачи. 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 Удачи.